Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Фредерик Лейтон, Кимон и Ифигения. 1884 год, холст масла 163 на 328. Первый из британских художников, удостоившихся титула барона, президент Королевской академии художников Фредерик Лейтон, является ярким представителем викторианского академизма. Как воспитанник классической живописной школы, он был заинтересован в историческом жанре и часто обращался к сюжетам, востребованным в период Раннего Возрождения. Первоначально в Ифигении воплощался образ богини Артемиды. Позднее, в античной традиции выделилась отдельная персонификация этого имени, а многочисленные жизненные ситуации, связанные с ним, легли в основу разнообразных произведений изобразительного искусства. Однако в данном случае выбор пал не на героиню античной Ифигении, а на ту, слившуюся с ней в единое целое деву, что появляется в одной из новелл Декамерона Джованни Бокачча. В интерпретации легендарной истории красивый, но недалекий юноша Кимон или Чимоне влюбился в Ифигении. Искренняя любовь к ней возвысила и облагородила его сердце перразум. Лейтон изобразил момент повествования, когда, направляясь по своим делам в соседнюю деревню, Кимон видит спящую на поляне неподалеку от родника красавицу, что навсегда изменило его жизнь. Фигура, погруженный в царство морфея Ифигении в белых одеждах, выделяющихся на фоне еще не разгоревшегося рассвета, находится в центре композиции. Таким образом, акцент внимания сосредотачивается на первой встрече будущих возлюбленных как своеобразном и естественном явлении чуда. Вот такое описание к работе Фредерика Лейтона Кимона и Ифигения 1884 год. Я нашел в интернете, пользовался текстом великие музеи мира. Пока-пока, до свидания.